МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального селевиния Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. И в этом выпуске. Роботы в нашем мире. Команда Чувашия приняла участие во Всероссийской олимпиаде по робототехнике. Праздник доброты и милосердия. В Чувашии поздравили социальных работников с профессиональным праздником. Демографическая политика. Правительство страны обсудило текущую ситуацию с руководителями регионов в режиме видеоконференции. Чувашия получит из федерального бюджета средства на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Куда они будут направлены, обсуждали на заседании Кабинета министров. Подробности в нашем репортаже. Конкурс на грантовую поддержку местных инициатив граждан в Чувашии проводится второй год. В этот раз поступило 8 заявок. Победили спортивные проекты. Так, в селе Аликово построят многофункциональную спортивную площадку, а в деревне Сыбайкасымар Гаушского района появится хоккейная коробка. В общей сложности привлечь на эти проекты планируется почти 2,5 миллиона рублей. 855 тысяч из федерального бюджета, более 366 из республиканского. Еще по 770 тысяч из муниципальных. Около полумиллиона должны добавить граждане и индивидуальные предприниматели. И условия зафинансирования, то, что с муниципалитета сказали, по бюджетам там смотрели внимательно, они обеспечат софинансирование с муниципального бюджета. Или все это зависает. Софинансированием проблем возникнуть не должно, отметил министр сельского хозяйства Чувашия Сергей Павлов. Следующий вопрос заседания был куда менее приятным. Порядок ликвидации неиспользуемых скотомогильников. На сегодняшний день все скотомогильники, находящиеся на территории Чувашской республики, не действующие. Биологические отходы с 1978 года утилизируются путем переработки на Цивильском ветеринарно-санитарном зонном заводе и захоронению не подлежат. По предварительным данным у нас количество скотомогильников может сократиться до где-то 100-120 останется. А остальные, которые не имеют сибирь, не имеют других особо опасных заболеваний, они будут ликвидироваться. Данный проект согласован и с природоохранной прокуратурой, и с Росисхознадзором. На ликвидацию из республиканского бюджета потребуется около полумиллиона рублей. Зато, согласно санитарным правилам, после ликвидации данной территории можно будет использовать под строительство промышленных объектов. Кроме этих, в повестке значилось около двух десятков вопросов. Говорили о розничных ценах на газ, подготовке к празднованию юбилея Ильи Юрьева и изменениях предыдущих постановлений Кабинета министров. Правительство России разработало концепцию демографической политики на период до 2025 года. Идет поэтапно ее реализация. Сегодня текущую ситуацию глава правительства Дмитрий Медведев обсудил с руководителями регионов в режиме видеоконференции. В ней принял участие Михаил Игнатьев. Еще 10 лет назад ситуацию в демографии казалось невозможно изменить. Рост смертности, низкий темпорождаемость и невысокая продолжительность жизни. Практически все аналитики, по словам Дмитрия Медведева, прогнозировали колоссальные демографические проблемы. Сегодня стране удалось справиться с целым рядом неблагоприятных тенденций. Впервые более чем за 20 лет в России зафиксировали естественный прирост населения, который в прошлом году составил около 30 тысяч человек. Продолжительность жизни тоже выросла. Сейчас это 71 год. Стало по понятным причинам рождаться больше детей. В прошлом году на 17,5 тысяч больше, чем в 2013, в том числе вторых и третьих, к чему мы стремились. Многодетных семей появляется все больше. По этому показателю мы обогнали целый ряд европейских стран. Но что, откровенно говоря, сделать не очень сложно, потому что там рождаемость тоже очень такая низкая. Есть и тревожные тенденции. В прошлом году начала увеличиваться смертность. И уже за первые 4 месяца текущего года, то есть с января по апреле, этот показатель вырос на 3,7%. Скажем прямо, есть разные гипотезы о причинах роста, включая и следствие роста продолжительности жизни, и, по понятным причинам, как следствие старения населения и увеличение количества смертей. На видеоконференции выступили руководители регионов, где темпы рождаемости снижаются. Это и Алтай, и Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Мордовия и Магаданская область. Что же касается Чувашии, то здесь сохранились позитивные демографические тенденции, наблюдаемые в республике на протяжении последних трех лет. А коэффициент рождаемости выше среднего значения как по России, так и по Приволжскому федеральному округу. Юлия Важенина, Расиль Мухамедов, Республика. Новость о назначении Михаила Игнатьева во временно исполняющем обязанности главы Чувашии по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых. Я ее воспринимаю как поддержка президента Российской Федерации кандидата Михаила Васильевича Игнатьева на предстоящих выборах главы Чувашской Республики. Это следовало ожидать. Единственным был вопрос, когда это случится. И для меня это закономерно. Так и должно быть. Во-первых, понятно, что президентами, губернаторами, главами республик не рождается. Им становится. И за последние пять лет, безусловно, я хочу сказать, что в этом смысле наш глава, Михаил Васильевич Игнатьев, он показал, он доказал, что он может работать. И я думаю, что все больше и большее количество населения убеждается в этом. Это во-первых. Во-вторых, есть конкретные результаты, о которых надо говорить. У нас очень много реализовано амбициозных проектов. Понятно, что еще больше предстоит. Например, поскольку я возглавляю комитет по социальной политике, я всегда говорил, говорю и буду говорить, что, к примеру, здравоохранение, это даже последние сто фельдшерских, амбушевских пунктов за последние три года. Это поставлена была задача. Мы это сделали. Не говоря о почти 50 детских садах, детских дошкольных учреждениях, реконструкции школ, и закладываются новые школы. Это тоже здорово. В конце концов, буквально на днях был открыт ледовый дворец, о котором много писали, много говорили. Но он открылся, и он никуда не улетит, ураган его не снесет. И народ будет просто радоваться и пользоваться этими услугами. В культуре точно так же много масса проектов. Я знаю, что глава неоднократно подчеркивал. Со следующего года еще один амбициозный проект начинается в культуре. Это сельские дома культуры. Это тоже за 3-4, их не хватает у нас, по нашим подсчетам, 50-60 в республике. Но это будет реализовано за последующие 3-4 года. Поэтому это закономерно. И наша сегодня задача – помогать главе Чувашской республики, каждый на своем рабочем месте. Я думаю, что вся общественность Чувашской республики ждала подписания указа. И, наконец, это произошло. На сегодняшний день, наверное, объединяющие кандидатуры трудно сыскать, найти. И я думаю, что предстоящие выборы, на мой взгляд, они не должны быть такими тяжелыми, трудными, потому что, на самом деле, это достойно кандидатуры. Мы ждали этого указа уже буквально несколько недель, что такой указ появится. Потому что, в частности, в Чебоксарском районе население, собрание старост проводили, и с активом, с депутатами встречались. Все готовы поддержать на пост главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева. Михаил Васильевич своими делами за первый срок пребывания доказал, что действительно республика развивается. В части Чебоксарского района получили дальнейшее развитие птицеводческие хозяйства. Достаточно стабильно развивается электротехническая промышленность. Освоение ранее необрабатываемых земель в районе с помощью господдержки, в том числе, выросло в два раза, до 14 тысяч гектаров в этом году посеяно. Поэтому более 400 миллионов рублей государственной поддержки получили аграрии в прошлом году. Строится школа, и потом за последние буквально года два, 18 дошкольных групп открыли, и детский садик новый построили. Много перечислить, много-много таких вот примеров, когда идет курс на развитие и стабильность вообще в поществе. Сегодня начался прием документов от кандидатов для участия в предварительном внутрипартийном голосовании по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатам на должность главы Чувашской республики. Такое решение было принято на заседании регионального полицовета Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия». На нем принято решение о проведении предварительного внутрипартийного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатам на должность главы Чувашской республики. Кроме того, 24 июня пройдет конференция регионального отделения партии, на которой будет рассматриваться вопрос о выдвижении кандидата на должность главы Чувашии. Также принято решение предложить президиуму Генерального совета партии кандидатуру Вадима Николаева на должность члена Совета Федерации, представителя от Государственного совета Чувашии для внесения в парламент республики. Сегодня в Чебоксарах состоялось торжественное собрание, посвященное Дню социального работника. На празднике «Чутких сердец» побывала и наша съемочная группа. О гуманности, милосердии и доброте сегодня много раз говорили со сцены театра оперы и балета. И говорили не случайно. Эти слова наиболее точно характеризуют такую профессию, как социальный работник. Ваши человеческие отношения к тем людям, которые обращаются в ваш адрес, дают им дополнительную уверенность, уверенность завершения, что они не обделены со стороны органов власти, что они со своими бедами не остаются один на один. Одним словом, ваше милосердие – это как настоящее хорошее лекарство для здоровья любого человека. В Чувашии действуют 23 центра социального обслуживания населения, которые расположены как в районах, так и в городах. В них жители республики всех возрастов получают необходимую поддержку. Различные услуги предоставляются и на дому тем гражданам, которым по состоянию здоровья трудно передвигаться самостоятельно. По всей республике неустанно предлагают руку помощи несколько тысяч социальных работников. Вы всегда будете рядом с тем, кому сложно, с тем, кому трудно, и всегда придете на помощь, и всегда протянете руку, свою добрую руку и откроете свои добрые сердца. Самые чуткие специалисты получили из рук Михаила Игнатьева грамоты и благодарности. Дипломами были отмечены Центры социального обслуживания. Людмила Кириллова стала заслуженным работником социальной защиты населения. Вот уже более 27 лет она помогает детям из малообеспеченных семей встать на ноги. Мне, конечно, очень приятно получать такую награду. Это все-таки, я считаю, очень высокая награда для меня. И эта награда меня вдохновляет. Хочется мне работать, еще больше хочется стараться. Мы принимаем людей, делаем добро, они от нас уходят очень довольны. Вот это для меня, я считаю, что важно. Люди, которые становятся социальными работниками, выбирают эту профессию по зову своего сердца. Ведь чтобы помогать нуждающимся людям, необходимо не просто желание, необходимо призвание. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. Благодарность главы Республики получила Алифтина Салтыкова. Наша съемочная группа отправилась в Маргаушский район, чтобы посмотреть, как проходит рабочий день лучшего специалиста по работе с людьми. Алифтина Салтыкова ходит на работу как домой. И это не преувеличение. Там ее постоянно встречает большая и дружная семья. Люди, которым необходима ее помощь и забота. Сейчас в отделении социального центра Маргаушского района проживают 15 человек, которые требуют постоянного ухода. В основном из ближайших районов. В этом работе я нашла себя. Это наша семья. Нравится мне, нравится им помогать. Мне легче становится. Вместе переживаем. Также своими проблемами с ними я решаю иногда. Вместе радуемся. Все вместе делаем. Тяжелая, конечно. Многие пришли и уходят. Но привыкла. Все мы, наверное, привыкли. Уборка, готовка, стирка – лишь часть того, что Алифтина Салтыкова успевает сделать за день. Все расписано буквально по минутам. Но в суматохе будничных дел она не забывает о самом главном – об общении с пожилыми людьми. Вместе с ними она читает газеты и смотрит фильмы. Организовывает прогулки и экскурсии. Делает все для того, чтобы ветераны не скучали. Совсем недавно все обитатели и работники социального центра переехали в новый дом. До этого пожилым людям приходилось ютиться в старом деревянном здании. Как говорят сами пенсионеры, теперь за медпомощью далеко ходить не надо. На втором этаже этого здания располагается районная больница. Всего в центре по смене работают четыре специалиста. У Алевтины Иосифовны стаж работы около 15 лет. Она очень трудолюбивый человек. Быстро может найти подход к нашим ветеранам, понять их, решить их проблемы жизненные. И в последней работе она оказывает нашим ветеранам, которые нуждаются в посторонней помощи, в социальные услуги. Люди, которые волей судьбы оказались в такой жизненной ситуации, особенно нуждаются в заботе, внимании и поддержке. И именно такие люди, как Алевтина Салтыкова, помогают пенсионерам чувствовать себя неодинокими в нашем мире. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. В Сатарстане открылся Иннополис. Это новый город, недалеко от Казани, экономика которого основана на высокотехнологичных индустриях. Еще идет первый этап строительства, но уже функционирует технопарк, университет, спортивный комплекс и студенческие кампусы. В день открытия в Иннополисе прошел полуфинал Всероссийской Олимпиады по робототехнике. В нем приняла участие команда из Чувашии. С роботами, представленными на Олимпиаде, познакомился и премьер-министр Дмитрий Медведев. Робототехника – это удивительное занятие. Нужно быть и математиком, и физиком, и компьютерщиком, программистом, и разбираться в механике. И в конце концов это просто интересно. Искренне вам завидую, потому что у вас такие фантастические возможности проявить себя в таком интересном деле. Роботы, созданные в разных уголках нашей страны, заполонили три огромных этажа университета Иннополис. Они ездят, взбираются на горы, различают цвета, ищут выход из лабиринта и даже играют в футбол и боулинг. Команда из каждого города подготовила своего робота-исследователя. Этот, например, умеет карабкаться по вертикальным поверхностям. Такому малышу и горы не страшны. Молодцы. Здорово. Спасибо. Будем надеяться, что это когда-то превратится в большой проект. Чувашию на Олимпиаде представляли 50 человек на различных площадках. Самые маленькие презентовали роботов-исследователей. Каждый старался воплотить свои мечты. А грезят ребята, как оказалось, о небе и звездах. Например, такой робот может без проблем оценить уровень загрязнения на любой планете. А этот передвигается по сложным каменистым поверхностям. Он может ездить, бурит скважины, исследует их. У него есть два режима исследования. Он исследует камни. Это первая модификация. Вторая модификация. Он может загладывать лунки, которые пробурил своим буром. Понятное дело, что не все они могут еще делать сами. Это нормально. Но и дети. Поэтому надо снисходительными быть, давать попытки. Потому что далеко не с первого раза у них все получается. Это благо не всемирная Олимпиада роботов. Здесь мы можем немножко им дать поблажки небольшие. Тут еще все не так серьезно, как в Катаре будет. Именно в Катаре в ноябре этого года состоятся всемирные соревнования. Попасть туда посчастливится только самым лучшим. А кто ими станет, зависит только от самих ребят. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. В Калининском районе Чебоксар ведется строительство многофункционального центра по предоставлению госуслуг. Как продвигается работа, узнала наша съемочная группа. Забудьте о бумажной волоките и многочасовом стоянии в очереди. С ноября 2015 года жители Калининского района столицы смогут получать все необходимые госуслуги в одном месте. Проектом предусматривается размещение 30 окон для приема граждан. 19 из них будет размещено на первом этаже и 11 на втором. Контракт со строительной фирмой, выигравшей аукцион, был заключен 30 апреля. А уже 13 мая рабочие вышли на строительную площадку. Выполнены всеземленные работы. Заливается плитой под фундамент. У строительной фирмы большой опыт. Джавдет Алимов рассказывает, что за пять лет они построили три детских сада и три школы. На каждом объекте строители все успевали делать в срок и без нареканий. Автор проекта «Здание» говорит, что в основу положен принцип энергоэффективности. Я считаю здесь самый экономический, теплоэффективный экономический вариант. Потому что мы здесь использовали свой, это Чувашский кирпичный завод, который выпускают это в Красночатаях. И мы старались, чтобы все российские технологические оборудования. И поэтому у нас вышло вот такой выгодный экономический вариант. До 1 августа строители должны поднять стены, а затем приступить к внутренней отделке и благоустройству. Открытие нового многофункционального центра запланировано на ноябрь. По оценке Минэкономразвития России в городе Чебоксара должны быть построены не менее трех МФЦ в каждом административном районе. Их должно быть не менее 95 точек предоставления услуг. Сейчас в столице республики работают 29 окон в Центральном многофункциональном центре и 19 в ДК «Салют». Но до конца года предполагается создание еще одного офиса в северо-западном районе Чебоксар на улице Эльгера, где будут работать 20 окон. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика. 12 июня страна отмечает День России. В республике запланировано множество праздничных мероприятий. Главные торжества пройдут в Чебоксарах. На Красной площади на главной сцене 12 июня пройдет церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации. В парке «Пятьсотлетие» на Красной площади жители и гостей столицы ожидает концертная программа, развлекательные конкурсы и выставка мастеров народного творчества. Помимо главных площадок празднования задействованы центральные улицы города, дворы и муниципальные учреждения. А весь город станет одной праздничной площадкой. 12 июня мы отмечаем самый главный праздник День России. И как никогда в этом году мы готовимся к этому празднику. И всех горожан приглашаем 12 июня 17.00 на Красную площадь. Будет интересно, будет весело, массово, патриотично. И мы к этому празднику уже сейчас начали готовиться. На этой неделе в наших микрорайонах проходят праздники. Депутаты Чебоксарского городского собрания в своих округах проводят праздничные мероприятия, посвященные Дню России. И мы говорим, что более 50 мероприятий, посвященных Дню России, у нас проходят в городе. И мы гордимся страной. У нас мощная, могучая страна. Мы гордимся своим президентом Путином Владимир Владимировичем. Россия богата своими регионами, Россия богата своими городами. И мы говорим, что Россия богата своими жителями. И мы тоже гордимся своими жителями, жителями своего города. И хотим этот день сделать для наших жителей праздником. А мы, в свою очередь, хотим напомнить главные события 12 июня. Массово исполнить российский гимн, посетить уроки игры на гуслях и гитаре, и познакомиться с обрядами народов, проживающих на территории России, нарисовать самые известные уголки нашей Родины и завести пушистого питомца. Это не только смогут сделать жители и гости столицы Чувашии. Горожан ждут концертные программы, которые пройдут по всем Чебоксарам по традиции. Основной площадкой станет Красная площадь. Там будут организованы интерактивные конкурсы и программы, различные розыгрыши и акции. В завершении праздника со сцены выступят молодежные коллективы и группы. Сегодня главный тренер легкоатлетической сборной страны Юрий Барзаковский утвердил список сборной России, которая будет представлять нашу страну на командном чемпионате Европы по легкой атлетике в Чебоксарах. Однако изменения в составе сборной могут произойти после чемпионата Москвы. В число лучших 48 спортсменок вошла мастер спорта международного класса Анжелика Сидорова. Легкоатлетка выступит за Москву и Чувашию в дисциплине прыжки с шестом. Кроме нее, в состав сборной вошли такие именитые спортсмены, как Дарья Клишина, Екатерина Конева, Сергей Шубенков, Александр Меньков и другие. Именно на этот состав вся легкоатлетическая федерация России возложила большую ответственность и на чемпионате Европы. От них ждут лишь призовых мест. До начала командного чемпионата Европы осталось чуть больше недели. Работа по подготовке подходит к концу. Сегодня руководство столицы выехало с проверкой по объектам, которые будут принимать иностранных гостей. Мы объехали спортивные объекты, это стадион Олимпийский посетили и места размещения гостей. То есть это гостиницы, ну и конечно же место открытия – это Красная площадь. Недостатки, конечно же, есть по прилегающим территориям – гостиницам. Но есть отдельный вопрос по благоустройству. Соответствующие службы получили задания, и они должны в установленные сроки устранить данные замечания. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Увидимся в эфире национального телевидения «Чувашия». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова